Теперь следующий подраздел, где говорит шейх Мухаммад ибн Салих, аль-Уссеймин, рахима Аллах, Тартибуль Кур'ан. Порядок Кур'ана. В каком смысле порядок Кур'ана? То есть последовательность слов сур-тайб, слов, аятов и сур в Кур'ане. Этот вопрос тоже важный. Говорит Тартибуль Кур'ан. Последовательность, которая есть в Кур'ане. Говорит, что такое последовательность? Тиляуатуху талиян балдху балдан. Это чтение Кур'ана, аят за аятом. Хазбама хуа мактубан фил масахик. В том порядке, в котором он записан, где? В Кур'ане, так? То есть в мускафах. То есть в книге, где есть Кур'ан. Хуа махфузан фистудур. И в том порядке, в котором он выучен в сердцах людей. Как понять? То есть шейх Мухаммад сейчас будет разъяснять, каково постановление чтения Кур'ана по порядку. То есть, допустим, можно ли читать одну суру перед другой, вместе с тем, что она в Кур'ане после этой суры. Например, можно ли читать в намазе сначала суру «Нас» в первом ракате, а во втором, например, «Фаляк». Перепутать последовательность. Можно или нет? Или можно ли путать последовательность слов в аятах? Говорит место «Альхамду лиллай и Раббил Алямин». Говорит «Лиллай и Альхамду Раббил Алямин». Можно так или нет? Или можно ли путать один аят местами с другим? И говорить «Малик и Йомиддин», а потом говорить «Ар-Рахман и Рахим». И так далее. И каково постановление относительно этого? Говорит «Лагуа салатату анла». В этом вопросе есть три вида, так? Или три раздела, или три вопроса. Говорит «Аннауэль Ауэль» первый вопрос «Тартибуль калимат бихайсу такуну куллю калима фимоуды ахаминал айя». Это порядок слов в аятах. Так что каждое слово в конкретном определенном аяте нужно ему давать его место. И это утверждено в Коране «Бин нас», то есть контекстом «Валиджма» и единогласным мнением. То есть о чем говорит Шейх Абн-Усаймин? То, что обязательным является считать слова, которые есть в аяте по порядку. Нельзя путать порядок слов. То есть нельзя читать «Лиллай и Альхамду Раббил Алямин». Так «Ар-Рахим и Рахман». Что? «Один Малик и Йом». Так нельзя читать. Нужно читать каждое слово по порядку, которое пришло в аяте, так как оно пришло. Говорит, и это утверждено, обязательность этого утверждена контекстами, и утверждена чем? Единогласным мнением мусульман. То есть на это единогласное мнение. Понятно или нет? Говорит, «Уаля на аляму мухалифан фи уджуби ги, ватахрим мухалифатихи». И мы не знаем никого, кто бы противоречил в обязательности этого, и кто бы противоречил, а в том, что запрещено менять слова местами в Куране. «Фаля я джуз аньякра». Поэтому не разрешается, чтобы ты читал «Лиллай и Альхамду Раббил Алямин». «Аллаху хвала Господу миров». «Бадалян мин» вместо того, чтобы читать «Альхамду лиллай и Раббил Алямин». Понятно или нет? Это первый вид. Его постановление ясно или нет? Значит, что ты понял из этого? Что аяты, слова, которые пришли в аятах, нужно читать один за другим, так как оно пришло в мусхофе. Нельзя менять местами слова, так как это приводит к замене чего? К замене смыслов. И о том, что это нельзя единогласное мнение. И о том, что обязательно читать каждое слово по порядку, как оно пришло в аяте, это на это единогласное мнение, что это является обязательным. Теперь о новой санне. И теперь второй вопрос. «Тартибуль аят». Теперь нужно ли читать аяты в суры по порядку? Или можно менять аяты местами? Говорит, «Бихайсутакун куллю аяфи мауды ахамина сура». То есть, так, чтобы ты каждый аят ставил в свое место, к которому оно пришло в суре. «Вау сабитун бин нас о лиджма». И это также обязательно по контекстам Курана и чем единогласным мнением. «Вау ваджибун алал каул арраджих». Более того, нет, здесь имеется в виду, что Шейхом Насаймин единогласное мнение имеет в виду, что аяты, смотри, если ты берешь какую-то суру, суру нас, например, и читаешь, «Шпуль аузу биробин нас, маликин нас, иляхин нас». Единогласное мнение, что именно так оно пришло, принес посылание. То есть, каким образом? Что хочет сказать Шейхом Насаймин? Он хочет сказать, что тот порядок, который ты видишь в этой суре, единогласное мнение, что именно такой порядок у этой суры. Понятно? Нет единогласного мнения, что нельзя менять местами. Единогласное мнение, что именно в таком порядке необходимо помещать эти аяты в Кур'ан. Так они были помещены во время пророка, саламу ассаляму, это единогласное мнение. И говорит, «Ва гроу ваджибун алял кауляр раджих». И это является обязательным по более достоверному мнению. Смотри, что ты понимаешь отсюда? Что заменять слова в аяте нельзя по единогласному мнению. А заменять аяты в суре, то есть, читать второй аят так, прежде первого, нельзя по более достоверному мнению. То есть, есть некоторые ученые, которые говорят, можно читать как «илахин нас», потом читать «маликин нас». Вместо «маликин нас», потом «илахин нас». Понятно? То есть, некоторые ученые говорят, можно заменять аяты местами в конкретной суре. Но более достоверное мнение, что этого делать нельзя. А единогласное мнение тогда относительно чего? Относительно порядка. Что этот порядок был установлен во время пророка, саламу ассаляму. Такой порядок. Относительно этого единогласного мнения. Так, говорит дальше. «Уатухрам Таид нам». «Уатухрам мухаллафа Тау вала аджуз». И говорит, что? И запрещено противоречить этому. И нельзя, Ан-Якра, чтобы ты читал «маликин и умиддин ар-рахманир-рахим». Так нельзя читать. Нужно читать как «ар-рахманир-рахим, маликин и умиддин». Ясно? То есть, менять местами аяты в Коране не разрешается. Не разрешается. Ты должен читать по порядку. Говорит, говорит, пришло имаму Аль-Бухари, «Ан-Абдуллаевну Зубейр, каль, левосман имна Афан». Потому что однажды Абдуллаевну Зубейр сказал правителю правоверных, «Усман имна Афану, фи каули и тааля». Относительно слов Всевышнего Аллаха. «Вал-лязин июта вафауна минкум, вазаруна азуаджа». Те, которые умерли из вас, то есть те, которые из вас умрут, и оставят после себя жен, то есть если человек умирает, и у него остается жена. «Васия талли азуаджихим». Он должен оставить «васия». Что такое «васия»? То есть, завещание относительно своих жен. «Матаан илалхаул гайра и храдж». Чтобы их не выгоняли из дома мужа в течение года. «Матаан», то есть чтобы дали им пользоваться. «Илалхаул». «Хаул» это что? Вот, в течение года гайра и храдж. Чтобы их не выгоняли из дома. То есть, смотри, человек умрет, умирает, остается у него жена. У этого человека есть родственники, так или нет? Родственники могут прийти и сказать, «Чего ты сидишь в квартире твоего мужа? Муж твой уже умер. Давай иди к своим родителям. Это наша квартира». Всевышний что сказал? Нет. Если умрет человек и остается у него жена, то этот человек должен оставить завещание своим родственникам, чтобы они не выгоняли ее из дома в течение года. Чтобы она после смерти мужа в течение года могла жить в их доме. А потом уже может уходить, и они могут что? Отправить ее, допустим, к родителям. Или замуж выйдет. Или замуж выйдет. Говорит. Так вот, этот аят был аннулирован другим аятом. Каким аятом? Где Всевышний сказал? И если кто-нибудь из вас умрет, и после него останутся жены или жена, то они должны ожидать до следующего замужества 4 месяца 10 дней. То есть не могут выйти замуж, кроме как через 4 месяца 10 дней. То есть сначала сколько было? Год. Теперь стало 4 месяца 10 дней. Теперь вопрос. Для чего шейх Хусаймин приводит эти два аята здесь? То есть шейх Хусаймин приводит эти два аята не для того, чтобы тебе разъяснять, что нужно делать жене после смерти мужа. Он приводит это как конкретный пример для нашего вопроса. То есть смотри. Сначала был неспослан аят о том, что нельзя выгонять, кроме как через год. Так? То есть ты должен разрешить жене оставаться в доме умершего мужа в год. Затем был неспослан аят о том, что 4 месяца 10 дней. Но в Мусхофе первый аят приходит позже, чем второй. То есть тот, который был неспослан позже, в аяте, в Суре Бакара, стоит раньше. То есть когда ты читаешь Суру Бакару, сначала ты читаешь аннулирующий аят, а потом только приходит аннулированный аят. То есть по идее аннулирующий должен приходить позже, так или нет, чем тот, который аннулирован. А в Куране нет. Пришло Суре Бакара сначала в 234 аяте. Пришел аят, который аннулирует. А потом через 6 аятов в 240 аяте тот старый аят, который аннулирован. Понятно ли нет? Поэтому Абдулла ибн Зубейр сказал Осману ибн Афану. Когда Осман ибн Афан собирал, что? Точнее не собирал. Когда собрали Куран в Мусхоф, он ему сказал Осману, почему вы поставили этот аннулирующий аят прежде, чем аннулированный. Поставьте его после него, чтобы люди, когда читали, увидели, что окончательное постановление пришло вот в этом позднем аяте. А Осман что сказал? Говорит... То есть Абдулла ибн Зубейр сказал Осману, зачем ты их так сделал, так поставил в Куране. И тогда Осман сказал, Ябн Ахи, о сын моего брата, Я не буду заменять ничего в Куране с того, как он приходил. То есть в каком смысле? Когда испослались аяты, пророк, саламу асаляму, говорил, этот аят поставьте туда, этот аят запишите в то место. То есть Осман говорит, так поставил пророк, саламу асаляму. Так, поэтому я ничего не буду здесь заменять. Оставлю все так, как оно пришло. Этот хадис у имама Бухари под номером 4530. То есть для чего привел Шахмасамин этот пример или этот хадис? Для того, чтобы показать то, что нельзя заменять при чтении один аят другим. Имеется ввиду, нельзя читать тот аят, который написан позже, раньше, чем этот аят. Понятно или нет? Нужно каждый аят читать по порядку. И это ваджиб, это обязательно. Говорит, варавал имам Ахмад, ваабудауд, ваннасаеват тирмиди. А также передает имам Ахмад и абудауд, ваннасаеват тирмиди. Мин хадис Осман, тоже со слов Османа ибн Афана. Анна набия, саламу асаляму, каны, янзюля алейя сур, заватал адад. То, что пророку, саламу асаляму, не спасалось. Иногда сразу несколько аятов из различных сур. То есть пророк, саламу, сидел, ему не спасался аят из одной суры, тот же не спасался аят из другой суры, тот же не спасался аят из третьей суры. Понятно или нет? Говорит, и когда ему не спасался какой-то конкретный аят, он звал тех, которые записывали эти аяты. Фаяхун и говорил, Этот аят поместите в ту суру, в которой говорится про то-то и то-то. Допустим, эти аяты поместите в суру, в которой говорится про корову. Эти аяты поместите в суру, в которой говорится про Али Аймран. Эти аяты поместите в суру, в которой говорится про пророка Гуда или про пророка Юсуфа. Понятно или нет? Но этот хадис является слабым. Этот хадис является слабым. Однако, иншаллах, его смысл правильный. что действительно такое происходило во время пророка, салаллаху алейхи вассалям. Но со стороны яснада этот хадис последний слабый, так? Второе понятно или нет? Второе. Теперь ан-новасалис. Теперь третий вид. Тартибус сур бихай сутакун куллю сура фимовды агамин аль-мусхаб. Обязательно ли соблюдать при чтении порядок сур? То есть тот порядок, в котором они установлены, где? В мусхабе, так? Так, вааза сабитун биличтигад. Говорит, порядок сур уже не был установлен пророком. Порядок сур был установлен ичтигадом, то есть решением кого? Сподвижников. Смотри, порядок слов в аятах был установлен кем? Биличма. По единогласному мнению и контекстом, то есть пророком саласом были установлены слова в аятах. Или даже Аллахом, суххану аль-мусхабе, так были установлены слова в аятах, то есть он же их не спосылал, так или нет? Также порядок аятов в сурах был установлен кем? Пророком. А вот порядок сур, который у нас сейчас есть в Куране, он не был установлен ни Аллахом, ни его пророком, а был установлен кем? Решением сподвижников. То есть они решили, сказали сначала поставим Фатиху, потом Бакару, потом Ниса, Али-Имран, потом Ниса, потом Маиду и так далее. Понятно или нет? Говорит, фалая куну ваджибан. Поэтому соблюдение порядка сур при чтении не обязательно, не является обязательным. То есть ты, когда читаешь Куран, можешь сначала прочитать сур Бакара, а потом читай сур Ниса и только потом сур Али-Имран. Понятно или нет? Говорит, приходит у имама муслима, что он сказал, что однажды он совершал намаз вместе с пророком в одну из ночей. То есть какой намаз? Добровольный намаз. И пророк в намазе прочитал сур Бакара. А потом прочитал сур Ниса, а потом прочитал Али-Имран. А у нас порядок в мус尾фе сейчас какой? Сначала Бакара, потом не Ниса, а потом Али-Имран, так или нет? А потом только Ниса. То есть пророк в намазе что сделал? Поменял местами. Сначала прочитал Бакара, потом вместо того, чтобы читать Али Мимран, прочитал Ниса, а потом только прочитал Али Мимран. Это хадис у кого? У имама муслима. Этот хадис указывает тебе на что? Что соблюдение порядка в сурах не обязательно. Это не обязательно. Говорит, урау аль-бухари та аликан анил ахнаф. Также передает имам Бухари в состояние муаллах, то есть в подвешенном состоянии от ахнафа. То, что он прочитал в первом аяте суру Аль-Ках в офисане Би-Юсуф Ау-Юнус. А во втором ракаате прочитал что? Суру Юсуф или Юнус. Что стоит впервые, Юсуф или Ках? Юсуф сначала, а потом Ках. Юсуф какая? 12-я сура, а Ках какая? 18-я сура, так или нет? А здесь перепутал местами. Сначала прочитал Ках, а потом Юсуф. И Ахнаф сказал, что так он совершал намаз за Умар-Ибн-Хаттабом. То есть Умар-Ибн-Хаттаб в намазе Фаджр поступил так. Сначала прочитал Ках, а потом во втором ракаате прочитал Юсуф. То есть Умар-Ибн-Хаттаб тоже поменял местами эти две суры. Понятно или нет? Понятно. Это хадис в Бухари в состоянии муаллах. Говорит, говорит, шейху лисламу Ибн-Таймия. Поэтому сказал шейху лисламу Ибн-Таймия. Разрешено читать эту суру до этой. Хоть она и позже стоит где? В Мусхафе. А также в Писании. То есть можно писать сначала одну суру, потом ту, которая раньше нее. Поэтому у разных сподвижников мусхафы были в разном порядке. То есть, допустим, у одного сподвижника был мусхаф, там суры были расположены в одном порядке, у другого сподвижника в другом порядке и так далее. Говорит, но, когда все сподвижники сошлись на одном мусхафе во времена Усмана, этот порядок, который есть в Куране, стал одной из сунны, которую установили праведные халифы. Так или нет? Так. И есть хадис, в котором указывается то, что за их сунны необходимо следовать. Какой хадис? Так или нет? Исходя из этого, ты понял, что соблюдение сур при чтении, например, в намазе или просто при чтении, это не обязательно. То есть, если ты хочешь почитать суру Ниса, не обязательно тебе сначала весь Куран прочитать, а потом только Ниса. Так или нет? Можешь Ниса читать, а потом читать суру Юсуф, а потом захочется тебе почитать Майду, почитай Майду. Нет в этом проблем, то же самое в намазе. Однако, как говорит Шех ибн Усаймин, что перед простолюдом лучше такого не делать. То есть, есть простой народ, когда приходит в мечеть, а ты, например, имам в намазе. Сначала читай фаляк, а потом читай нас. Не читай наоборот, не читай нас, а потом фаляк. Потому что люди, особенно простой народ, потом тебе будут палкой махать. Так скажут, ты что делаешь? Сначала читаешь нас, а потом читаешь фаляк. Джагиль, даже не знаешь, что надо сначала фаляк читать, а потом нас читать. Но в некоторых местах порядок суру установлен контекстом от пророка Салаваса. Например, то, что он читал джума, а потом мунафикун. Во время суры какой? Джума. Или читал сначала саббихисмараббикалаля, а потом читал какую суру? Галатака, хадисулгашия и так далее. То есть сначала читал суру саббихисмараббикалаля, а потом гащия. И так далее. То есть порядок этих сур установлен чем? Установлен контекстом. Таид. Сколько времени? Давай, на этом закончим. Продолжим, иншаллах, завтра. Субханакаллаху мабихамдик. Ашаду вааллах, иллях, 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 истахир, иллях, иллях.